Привет, ребята, ребятунчики! Вы снова на моём супер-мега-популярном канале. Сегодня без сихоньки-хаконьки серьёзная тема. Сейчас я вам будущее расскажу, заглянем в будущее со мной. Публикую результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Сегодня 25 августа 2021 года. Итак, поехали. Единая Россия. 52% избирателей проголосовало, 2 трети голосов. Следующий КПРФ, 19%, ЛДПР, 9%, Справедливая Россия, 8%, и тыры-пыры, 3 или 5 человек независимых кандидатов. Сейчас сразу начнётся. Вот, продался, всё, тыры-пыры. Нет, ребят, не продался. Просто я трезво смотрю на жизнь, да, и мне уже 46-й год пошёл. Я прекрасно знаю, чем что заканчивается, и что будет. Кстати, в предыдущих видео я полно снимал роликов, да, даже вот с намёками снимал, и про ковид, и про, там, я не знаю, там, цены на нефть, и про доллар сколько будет. Мне, знаете, что писали? Про трезвей, ты пьяный, я не верю. Ну, потом, когда, самое главное, что я на эти же комментарии, там, писал, что, это, когда проходило, там, полгода, и писал, что, ну, как, убедились. Мне, знаете, что делали? Просто комментарии они удаляют свой старый. Ладно, к теме вернёмся. Не успел сказать, что государство будет поощрять, там, какие-то категории граждан, да, ну, вот, как, там, те же детей, но не всех. Тех же, там, можно, там, ещё кого-то, но не всех. То есть не каждому дать по 10 тысяч рублей во всей стране, а, допустим, только пенсионеров, их хватит. Потому что если даже, там, я не знаю, данные читал, где-то 47 процентов, 47 миллионов, точнее, в стране из 140 миллионов, вот вам и всё, все выборы сделаны. Единственное, что Кремль нужна явка. Явка нужна для легитимности, потому что она, это первый показатель будет, чем больше народу придёт, но явка в этом году будет. Идеи Навального, вообще, идеи Навального были заранее, знаете, я уже знал, ещё лет пять назад, обречены, потому что он никакого не имеет отношения, и, там, вот это, вот, можно называть нельзя, там, ФБК, да, там, запрещенный агент. Ну, мне просто, чтобы канал, это, чтобы видео на блог не прилетело, из-за этого, так говорю. Так вот, силовыми ведомствами, он, они вообще, вот, они, я понимаю, они, ребята, молодые, все горячие, но они не понимают, как устроена вообще система. Система тех же правоохранительных органов, а и тыры-пыры, вот этих, короче, всех силовых ведомств. И у них, как я понимаю, даже и завязок там с никакими людьми не было, да и нет. Чем вот они сейчас закончились? Навальный приехал, сидит, да, вот думаете, кто-то на улице вышел. Да у нас вообще люди такие, знаете, вот, морковь по 100 рублей, ну и что? Сделай 200, ну и будут молчать. Сейчас, правда, до 35 рублей её опустили после выборов. К Новому году, конечно, всё подорожает, 100%. Про людей, кстати. Почему у нас не будет по-другому? Да элементарно, ребят. Вот смотрите, простой пример, да, вы можете сами посмотреть на себя, там, обернуться, там, посмотреть на знакомых. Смотрите, вот, по жизни. Вот я канал свой создал на Ютубе, да, у меня в том году, где-то там вообще буквально год назад, каналу где-то полтора года, да, я и то толком не занимаюсь. Мне наоборот люди говорят, надо, что займись там, снимай видео почаще. Я сам вижу, когда я начинаю, там, один, два, три видео, там, четыре подряд, у меня вот так вот идёт и подписки, и всё остальное. Но суть какая? Вот смотрите, вот у меня знакомых, да, допустим, я даже друзьями их не называю, знакомым. Ну, много, большое количество. Больше сотни точно. И вот из всей этой кучи, да, вот два-три человека, там, ну, четыре-пять максимум, это те, кто действительно, там, готовы тебе помочь, там, которые переживают за тебя, там. Вот пример, да, у меня в том году где-то там было, наверное, вот ровно год назад, в августе, я не знаю, там, человек, наверное, сорок было подписан на канал. Знаете, что мне говорили, когда я говорю, вот на улице встречает человека, я говорю, слушай, подпишись на мой канал, там, туда-сюда, там, это, там, лайк хотя бы там поставь, ещё что-то. Мне каждый первый говорит, забрось, это херня всё, не надо тебя снимать, не надо туда лезть, смотреть никто не будет. Сейчас вот две тысячи, да, уже подписчиков там. Причём, когда, чем больше подписчиков, да, тем они быстрее почему-то растут. Ну, не точнее, не это, но я знаю, почему они растут. Потому что они растут. То есть, YouTube уже старые видео начинает двигать. У меня, например, там много комментариев, да, не на последнее видео, а вообще, которое я год назад снимал или полтора. Единственное, я не могу на них отвечать, на все ваши вопросы, потому что... Потому что, потому. Потому что, я, во-первых, не помню саму тему, да, разговоры. Я видео там 10, 12, 15 минут, но у меня просто нет реально времени его там пересматривать. Вот. Поэтому и у вас таких друзей или знакомых, вот у каждого первых... У нас вообще в стране все друг друга ненавидят. У нас не любят успешных людей, у нас ненавидят... Допустим, смотрите, вот кто-то провинции ненавидит, москвичей, да, москвичи там ещё кого-то ненавидят. ТД и ТП. Сосед ненавидит соседа, ну, короче, это можно до бесконечности продолжать. У нас все всегда любят, только когда у кого-то появляются деньги. Как только что-то кто-то вот туда-сюда, все сразу же... О, блин, дружбан, здорово, телефон, чё не подходишь, чё не звонишь. Это... вот... Ладно, проехали. Про умное голосование. Я вообще не понимаю смысл умного голосования. Вот хоть убей, я не понимаю. Шило на мыло называется. Взять все вместе и проголосовать, например, там, я не знаю, за кого-то там, Васю Путкину. А давайте покажем Единой России и проголосуем все за Ивана Иванова, который идёт от другой партии. Ну, это нонсенс, понимаете? Одно дело, да, когда явки нету, то есть людям неинтересно, там, смотрят со стороны, скажут. Да там никто у них даже на выборы-то уже не ходит, меньше 10%. Это один разговор. А когда лишь 70% придёт, ну и что, ну, проголосует там, я не знаю, за какого-нибудь кандидата. Потом скажут, там, перерасчёт, расчёт. Там всё понятно. Короче, ладно, вкратце. Закончится всё тем, что две трети, понятно, что Единая Россия победила. Путин поздравил. Граждане вам оказали доверие. Продолжаем дальше работать в усиленной туда-сюда форме. Потом дальше КПРФ или там кто-то из партий скажет, что мы недовольны результатами. Проведут какой-нибудь митинг на проспекте Сахарова. Придут, покричат, разойдутся и всё этим дело и закончится. На этом, наверное, ребят, всё. Пока.